Привет всем! Сегодня ролик о двух маленьких памятниках в Петербурге. Почти на Невском проспекте, рядом с Елисеевским магазином, в 2000 году на втором этаже появились два памятника коту Василию и кошке Василисе. Вот эта кошечка Василиса кокетливо разглядывает прохожих. Эти маленькие памятники установлены в честь кошек, спасших в Ленинград во время войны. В сентябре 1941 года Ленинград попал в блокаду. Вскоре сгорели от авианалетов немецких захватчиков бадаевские склады с зерном, и в городе начался голод. И не секрет, что все городские кошки и собаки были съедены еще в начале блокады. От голода и холода умирали люди, их не успевали хоронить, и для крыс наступило раздолье. Крысы полчищами нападали на людей и являлись переносчиками инфекции. Елен Совет принял решение завести в Ленинград кошек. Жители ждали кошек с нетерпением. И сразу после прорыва блокады четыре вагона с кошками пришли из Ярославля. Крысы приутихли, но не исчезли полностью. И к концу войны из Сибири, из Омска, из Иркутска, из Тюмени привезли еще пять тысяч кошек. И этот кошачий десант направили в музей и дворцы. И именно благодаря сибирским кошкам город избавился от крыс. Это кот Елисей. Высота его 33 сантиметра и вес 25 килограмм. Скульптор Петровичев. Он появился в январе 2000-го, но ему было скучно. И в апреле 2000-го напротив появилась кошка Василиса. А в 14-м году ее воровали, увозили в Москву. Но через три месяца нашли. И вот в честь кошек-крысоловов, спасших город во время войны, и появились эти необычные памятники. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Пока-пока.